Обмеление Иртыша и хаотичное использование трансграничной реки может стать серьезной угрозой экономики Казахстана. К такому выводу пришли отечественные ученые. По их данным, 70% наполнения водной артерии происходит именно в промышленном Восточном Казахстане. И экоактивисты, и чиновники сошлись во мнении, что решать этот вопрос нужно на межгосударственном уровне. Напомню, в своем послании народу Казахстана Касымжу Мартукаев поручил правительству в водном вопросе найти консенсус с соседями. Ирина Якунина изучила вопрос. Трансграничный Иртыш растянулся на 4000 километров, но в ширину и глубину река уже значительно потеряла, особенно заметно по истокам. Черный Иртыш, к примеру, можно практически перейти вброд, а береговая линия Бухтарминского водохранилища увеличилась в среднем на 50-70 метров, говорят местные экоактивисты. Обмеление сказалось и на фауне при Иртыше, констатирует биолог Борис Щербаков. По его словам, из этих мест исчезли джейраны и газели, а из сотен видов водоплавающих птиц остались, пожалуй, только утки. Согласно принятым методикам, я насчитывал по 250-300 тысяч водоплавающих птиц, подлежащие охоте, только в дельте Черного Иртыша. А где-то лет 5-7 мы выезжали, 200-300 уток во всей дельте Черного Иртыша. Пустота. Несут потери коммунальные судоходные компании, а также рыбаки. В управлении природных ресурсов региона объясняют, с 2020 года у Иртыша начался маловодный период, плюс минувшая весна была засушливой. Вносят свою лепту в обмеление, также многочисленные каналы и искусственные накопители. А так как 70% накопления реки происходит именно в Восточном Казахстане, хозяйственная эксплуатация притоков Иртыша на особом контроле. Проводится работа совместно с инспекцией, совместно с Зайсан-Иртышской рыбной инспекцией. Проводим свои контрольные мероприятия. Вынесено 23 постановления по установлению водоохранных зон и водоохранных полос. На сегодняшний день 2621 километр установлены зоны водоохраны, а также 9528 километров водоохранных полос. И экоактивисты, и чиновники сходятся во мнении, проблемы трансграничных рек не решить на местном уровне. Об этом в своем послании народу Казахстана высказался Касанджомар Токаев. Президент отметил, что с учетом тенденции роста населения и экономики, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров. А это, к слову, примерно двухмесячный водосток Иртыша. Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики. По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – важнейшие задачи правительства. Заниматься стратегическим вопросом в стране будет новое ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации. Тем временем ученые Восточного Казахстана уже сейчас разработали компьютерную программу «Состояние Иртыша». Определены 17 контрольных точек – от границы с Китаем до границы с Российской Федерацией. Анализ проб воды покажет уровень техногенного загрязнения реки, а также периоды полноводности и причины обмеления. По этим точкам – это мы в контрольной точке отбора проб воды и также на водную биоту. Какое их соотношение, также мы будем определять в разные периоды года – это осень, весна и лето. Ученые уверены, качественный анализ и прогноз по Иртышу позволят не только рационально использовать воду, но и решить экологические проблемы трансграничной реки, которая служит источником питьевой воды для 4 миллионов казахстанцев.